Повторение 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 Луки, 7 глава, 11 стих. И, видев ее, Господь сжалился над ней и сказал, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» И, мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал Иисус его матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ свой». Я думаю, мы все представляем себе, как проходила эта картина. Похоронная процессия, огромное количество людей из города, которые шли, провожая вдову, которая уже похоронила своего мужа. И вот теперь она хоронит своего сына. Я думаю, что для нее это была надежда, опора. Она думала, вот вырастет сын, и мне будет легче. И вот будет хорошо у меня, он будет помогать по дому, по всему этому. И вы знаете, и вот теперь она шла за ним и плакала. Подходит Иисус, говорит, «Не плачь». Он ей говорит, «Не плачь». Подходит к этому юношу, берет его за руку и говорит, «Тебе, говорю, встань!» И этот юноша встает. Вы представляете, что происходит со всей этой толпой, которая там находится? На мгновение задумайтесь, что произошло с ними, о чем думали они, что говорили. А здесь ясно говорится, что на них на всех напал великий страх. Они знали, что этот юноша мертвый. Они знали, что этот юноша умерший. Они несли его хоронить. И написано 16 стих. «И объял всех страх, и славили Бога». Да, пришло время славить Бога, потому что говорят, «Посмотрите, какой великий пророк восстал между нами». Это сам Бог посетил народ свой. Бог посетил народ свой. Когда Иисус ходил по земле, однажды Он говорил за Иоанну, за Иоанна Крестителя. Эта история оставлена в Евангелии от Матфея, 11 глава и 12 стих. Он сказал о том, что одней Иоанновых, одней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Оно говорит о том, что всем нам надо прилагать усилия. Что-то произошло в этом мире. Вот у Бога есть предназначенные на определенное время события, которые в истории человечества происходили. В самом начале мы читаем, что когда земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою, и вот Бог начал творить. И когда Он начал творить, это не было... Земля, может быть, была хаотична до этого момента. Но с этого момента, когда Бог начал творить, она начнулась в четком Божьем плане. В четком Божьем плане, который Он определил для того, чтобы произошло спасение человечества. Вот почему мы читаем здесь, а со дней Иоанна Крестителя Царство Божие силою берется. А когда родился Иоанн Креститель, отец его Захария, исполнившись Духа Святого, и эта история нам оставлена в Евангелии от Луки, первая глава, и Он, исполнившись Духа Святого, пророчествовал. Через Него шло пророчество. Он пророчествовал и говорил, «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему». Бог посетил Свой народ, говорил пророческий Захария, и сотворил избавление Ему. Какое отношение два этих места, которые я прочитал сейчас, имеют к тому, что было прочитано раньше? История вдовы, которая хоронила своего сына. Самое прямое. Бог, великий Бог, которому мы служим, способен творить чудеса. Он способен воскрешать мертвых. Он и мертвых может воскресить. И поэтому я читаю следующее место. И это место оставлено в книге Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших». Да, сын вдовы Изнаина, он был буквально мертвый. Он умер физически. Но Павел здесь говорит о другом состоянии людей. Он говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили». Да, люди часто живут в своих грехах. Они любят грехи свои и живут в этих грехах. Он говорит, «Вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда, по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И такой стейтмент, такое утверждение, которое делает здесь апостол. Он говорит, «Благодатью вы спасены!» «Благодатью вы спасены!» Это великая Божья милость, которую явил Господь к нам человеком. «Благодатью вы спасены!» В послании, которое апостол Павел писал в книге «Евреям» в 10 главе, он сказал такие слова. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю Твою, Божию». Я хочу обратиться ко всем, кто слышит меня сегодня. А вы когда-нибудь исследовали, а в какой начале книги об этом написано? Очень часто люди ссылаются, и там есть ссылка, если вы откроете много Библии, на 39-й псалом. Там написано «Жертва и всесожжение, ты не восхотел». Но если вы начнете искать, в каком же начале книги, ведь мы же все знаем, что 49-й, 39-й псалом – это не начало книги. В каком начале книги это написано? «Вот иду исполнить волю Твою, Божию». Давайте мы перенесемся в книгу «Откровения» теперь. В книге «Откровения» в 5 главе, первым стихом, есть сказано такое слово. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Иоанн был в духе, в день Господень. Это было особое состояние, которое посетило его на острове Патмос. И вот находясь в таком состоянии, он увидел сидящего на престоле, он увидел славу, он увидел все то, что было. И у сидящего на престоле, в руке он увидел книгу. И эта книга была запечатана отовне, и внутри, семью печатями. Эта книга была запечатана. И когда эта книга была запечатана, то никто ее открыть не мог. Мы можем это прочитывать в книге дальше, в 5 главе. Там даже сказано четвертым стихом, что я много плакал, что никого не нашлось достойного раскрыть или читать книгу сию, или даже посмотреть в нее. И когда Иоанн начал плакать от того, что книга есть, он видит эту книгу, она запечатана печатями, но нет возможности, чтобы раскрыть и читать эту книгу. И тогда подошел к нему один из старцев. Один из старцев и сказал, не плачь. Не плачь, он обратился к нему. Не плачь, Иоанн. Есть кто-то. Лев из колена Иудина, корень Давидов, он победил и может раскрыть книгу сию и снять с нее печати. Он может. И 7 стих говорит, он подошел. Этот лев из колена Иудина, он подошел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Он взял эту книгу. И когда он взял эту книгу, тогда 4 животных, 24 старца пали перед Агнцем. Я хочу обратить внимание, сегодня даже брат говорил, часто люди сегодня рассуждают, можно ли воздавать славу. Вот, посмотрите, как нужно воздавать славу Агнцу Божьему, Господу нашему Иисусу Христу. Тогда 4 животных, 24 старца пали перед Агнцем, каждый имея гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». «Ты достоин, ты достоин, Агнец Божий, взять эту книгу, ты достоин, чтобы снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу». Вы знаете, эту книгу никто не мог прочитать, никто не мог открыть, никто не мог даже взглянуть ее, и, конечно, мы все можем предполагать, что это за книга и что там написано в этой книге. Я могу только сказать то, что я верю. Я верю, что именно в начале этой книги было написано о нем. Вот иду, как в начале книги сказано обо мне, «Исполнить волю Твою Божию». Он пришел, чтобы исполнить эту волю. Эта книга, в моем понимании, потому что дальше мы видим, начинаются сниматься печати и совершаются события, происшедшие здесь на земле. Эта книга есть история этой земли. Это все, что там написано, то, что происходит с этой землей. То, что должно совершаться каждое свое время. Богом предназначенное событие совершается для того, чтобы люди, Его творения, чтобы они могли иметь искупление и могли иметь спасение. Когда мы читаем то, что здесь сказано, то мы понимаем, что действительно кровью Своей Он искупил нас Богу. Как произошло это искупление? Как Он искупил нас? Как это совершилось? Ведь когда человек делает грех, когда человек делает преступление, то Бог через пророков Своих сказал, это Исаия 59 глава, рука Господа не сократилась, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать, но грехи ваши и беззакония ваши производят разделение между вами и Богом вашим. И вот мы видим, что делает это кровь. 1 Иоанна послание 1 глава 7 стих Кровь Иисуса Христа Сына Его Кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха. Вот это то, что делает эта кровь. Она очищает нас от всякого греха. Почему? Потому что Он есть, и это 1 Иоанна 2 глава 2 стих, Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши. Когда Он говорит не только за наши, Он подчеркивает, что это за грехи всего мира. не только за наши грехи, но за грехи всего мира. Поэтому первое, что делает эта кровь, она очищает нас. Она очищает нас. Я хочу сказать, когда я рассуждаю на эту тему, даже сегодня, проснувшись рано утром, я вновь и вновь прочитывал места священного Писания, рассуждая об этом, я могу сказать слава принадлежит только Богу. Он достоин славы, он достоин хвалы, но вот это очищение, вот это избавление, вот это искупление, которое Он совершил, она была посредством тому, что была принесена жертва. А жертва Богу, она всегда должна быть самой совершенной, она должна быть самой лучшей жертвой, которая может быть, чтобы была она угодна Богу. Вот давайте посмотрим на один пример, это евреям, оставлено в 11 главе, написано за одного праведного человека, верою, мы познаем, что веки устроены Словом Божьим, что из невидимого произошло видимое, верою, Авель, принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он по смерти говорит еще. И вот мы видим, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Иисус тоже принес жертву, как написано, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю Твою Божию. Жертвы и всесожжения Ты не восхотел, но тело приготовил мне. И вот евреям 13 глава говорит нам так, то Иисус, чтобы осветить людей кровью Своею, для того, чтобы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Иисус пострадал вне врат. И вот следующий стих говорит, «Итак, выйдем к нему застан». Это должно произойти, это должно быть событие, которое делает каждый человек. Он говорит, «Выйдем к нему застан, неся его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Посмотрите, как сегодня можно только приносить жертву. Будем через него. Другого просто нету пути, другого нет возможности. Будем через него приносить Богу жертву хвалы, плод уст прославляющих имя Его. В бытие нам оставлена история, когда Авраам приносил в жертву сына своего Исаака. И когда он шел, чтобы принести жертву, потому что Бог ему сказал, иди принеси сына своего, то Исаак задал ему такой вопрос, «Отец, вот дрова, вот огонь, где же жертва?» Вы помните, что ответил Господь в Бытие 22,8? Он сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бог усмотрит, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, и Бог усмотрел себе агнца. Бог усмотрел это. Евреям 9,9,23,24 стих. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами. Само небесное должно быть лучшими очищаться, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божия». Он предстал, чтобы предстать пред лице Божия за нас, как наш защитник, как наш ходатай, как посредник между Богом и человеком. И это дает нам защиту, это дает нам упование, это дает нам то, что мы имеем жизнь и жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна в 6 главе Иисус сказал такие слова. «Истина, истина, говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». И следующий стих после этого говорит «Я есим хлеб жизни». «Я есим этот хлеб жизни». В чем же сила этой жизни? Давайте мы прочитаем Левитам 17 глава. На первый взгляд может показаться ничего общего, но я попрошу вас глубоко вникнуть. Левитам 17 глава 11 стих. «Потому что душа тела в крови, я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Еще в законе Божьем это было указано, что должно быть и что должно совершаться. Он говорит «душа тела в крови, и кровь она очищает душу, поэтому она дает жизнь, потому что она есть жизнь». Иоанна 6 глава, только теперь мы прочитаем 51 стих. «Я хлеб живый, сошедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». 53 стих. «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Если не будете вы этого делать, вы не будете иметь в себе жизни. Подумайте, друзья, это наша жизнь. 54 стих говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Итак, тело и кровь нашего Господа Иисуса Христа делает нас живыми и не только делает нас живыми, она еще делает нас частицей Его, нашего Господа живого тела. Его живого тела. Я читаю Матфея 26 глава. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, сия чаша есть, ибо сию есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Пейте из нее все». Я хочу, чтобы мы это услышали. «Пейте из нее все, ибо сию есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Сегодня я хочу, чтобы мы читали и говорили об этой крови. 1 Коринфянам 10 глава 16 стих «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, а мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас осознал, понял силу воскресения нашего Господа, силу смерти Его, потому что Он своей смертью лишил силу имеющего державу, то есть дьявола, державу смерти, то есть дьявола. Сегодня, говоря об этом, мы должны понимать, что мы все можем стать причастниками этой жизни. Когда Он молился в Евангелии от Иоанна в 17 главе, то Он сказал, «Ибо сия есть жизнь вечная, да знают тебя живого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Я хочу сегодня благодарить нашего Господа за великую милость и спасение, которое Он нам даровал. Во втором послании Тимофея в первой главе апостол Павел говорит такое слово «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, не по нашим делам, потому что по нашим делам возможно никогда бы этого не произошло, но по своему изволению и благодатью мы уже слышали сегодня благодатью мы спасены, по своему изволению, потому что это было в Божьей воле, Он составил прежде чем сотворил человека книгу, как она будет происходить и как она будет совершаться, и в начале книги Он сказал о нашем Господе Иисусе Христе, но по своему изволению и благодати данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, прежде вековых времен уже была данна эта благодать для нас, но эта благодать была прежде вековых времен, но открылась она ныне с появлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетления через благовестие, через благовестие, через доброе благую слово, через Евангелие явилось нам это благовестие, явилась эта жизнь, которую мы имеем. Я хочу только в заключение сказать следующее. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Это величайшая победа, которая совершилась там. И мы сейчас будем молиться, но прежде чем мы будем молиться, я хочу прочитать нужды, которые принесли сегодня наши братья и наши сестры. вероятно. Редактор субтитров